Привет, друзья. Решила записать все-таки мою поездочку. Я надеюсь, что получится. Сейчас 5 утра. Нет, какие 5 утра. В 5 утра у меня уже вылет будет. Сейчас где-то 3.30 ночи или утра. Я в аэропорту Пулково, Санкт-Петербург. Направляюсь в Испанию, в Тенерифе. Будет семинар. Я жду Катеринки. Она, как всегда, опаздывает. Друзья. В общем, Катю все-таки не арестовали, оставили ее. Она меня догнала. Ждем вылета и направляемся в Барселону. Катя, ты очень рада, да? Очень. Ну, как всегда. Кофеечку. Значит, кофеечку. Да. Дорожку. Ну, у нас и рожи. Нормальные рожи? Да, вообще нет, и очень. Нормально. Нормально. Итак, вот она. Испания. Я здесь была один раз. И это мой второй раз. Лошадь. Испания. Так, а я хочу кушать. Катя, мы с тобой должны обязательно покушать. Так что мы сейчас пойдем куда-нибудь к морю. Да? Пойдем, пойдем. Наверное, я думаю, что нам вон туда. Нет? Я думаю, что да. Я, как всегда, права. Катя хочет есть. И она со мной не разговаривает. Она просто никогда не соревновалась. Для меня это привычное дело, так сказать, ходить голодной и еще что-то радоваться жизни. Катя, давай в наши ряды бикини. Но, к счастью, мне не выступать завтра. Всего лишь через 2 месяца. Вот, поэтому сейчас я наслаждаюсь просто времяпровождением в Барселоне. И вообще, скажу вам честно, я люблю Барселону. Не знаю, я хочу тут жить. В Италии не хочу. Где-то там в Турции каком-нибудь не хочу. А вот в Испании не хочу. Ну и хоти. Ну и хочу. Прошли уже 25 километров. И мы все еще бодры и веселы. Бобры. Мы, значит, точно, мы бобры. Дошли до морского музея. Вам ничего не видно, главное, что нам видно. Нас. Вам видно нас. Так, что ты меня толкаешь, Екатерина? Ищем пешеходный пирохит, как по-белорусски. Вот. Ну все, здесь я готова где-нибудь упасть. Я помню, что мы были там. Когда-то с Фантой вон туда, где порт, упали на землю и лежали, отдыхали. Потому что мы тогда готовились. Он готовился к соревнованиям. Мы прошли 11 километров с ним. Было очень тяжко. Вот. Мы наконец-то дошли до морского порта. Остановились в кафешечке. Катя успокоилась. Остыла. Вот. Ну, а как я говорю, я жару переношу отлично. Мне нравится. Да, трудно, тяжело, может быть, иногда душно, но зато как красиво. Ой. Реально, ну она такая красивая. Вот. Плиточка уложена. Дорожки. Все чистое. Зелени много. Обалдеть. Я буду стремиться купить здесь где-то живье. Сто процентов. Хочу. Хочу, 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 хочу. Мы заказали, кстати, паэлью. Рис с курицей, а Катя будет кушать ризотто с грибами. Ребята, мы перед заказом спрашивали, вообще паэлья она большая или нет. Они говорят, нет, только на одного. То есть, одна порция на одного человека. Вот. Смотрите. Мне кажется, что это мне на неделю просто. На неделю. Даже с собой, наверное, нельзя. Ладно, просто посудить час и тушить. Так как мы с Катей сегодня с утра ничего не ели. Даже со вчерашнего дня. Так что, сейчас буду пробовать. Петро здесь хорошее. Его очень много. Оно наказано в шахту через каждые 50 метров. Поэтому хороший вид транспорта. И главное, быстрее. Стоит билет. 2 евро 20 центов. Один билет он действует в течение 45 минут. Запомнила? Да. Хе-хе-хе. Надо будет музыку потом наложить. И так. Ну, это для моего блога, так сказать. Наконец-то нас встретили. Обогрели. Напоили. В общем, я счастлива. Я пью вино. Шикарное. Раз и на костре жарим. Да. Мы вот у дружника. Интернациональная такая команда. Таргет Тим. Таргет Тим Ру. И Спейн. Объединились. У нас в Нарина. Ура. Перчики. Можно очень. Чавка, чавка. Принесли нам мясо. И камешек. Сейчас будем жарить мясо себе. Сами. Вот это вина, я думаю. Мы так зажарим кусочек. Мой тоже бы переворачивали. Твой бы даже вкусный? Чтобы сок остался. А вот это вот батар. Он такой очень интересного цвета. Интересного трубного цвета. Почему трубного? Это вот эти инии. Все, я думаю, хватит. Там разный такой мясо. У вас только желтое? Нет, наоборот. Доброе утро. Сегодня оно прям охрененное. Плая Хонда называется наш отельчик. А я встала пораньше сегодня, в 7 утра. Потому что у нас ничего нету. Ни шампуней, ни ничего. Просто пойду искать магазин. Шикарная погода. Мягкая такая. Сходила в магазин. Купила продуктов. Яйки, курочку, овощи, помидорки, айсберг. Ну, такое. Вот. Потратила 30 евро. Нормально, наверное. Так, мой номер. И мой номер. Солнышко уже так припекает. Но погода, могу сказать... Не, не погода, а климат. Очень мягкий. Вообще. Шикарно. А сейчас я готовлю себе и завтрак. Омлет. Сделала 3 желтка, 1 белок, 1 овощ. И будет очень вкусный омлет. С помидорками, с овощами и с хорошим стрельнем. Омлетик я делаю на воде, а не на молоке. Он так тоже будет пышный. И очень вкусный. Помидорки отправляются ко мне в сковородочку. А, уже вкусный. Итак. Сейчас будет вуаля. И омлетик накрывается крыжечкой. Все. Готовься, мой хороший. Что ж, вот такой омлетик у меня получился. И со свежими овощами. И в омлете. Немножко авокадо. И приятного аппетита.